В сегодняшнем видео это первая серия короткометражных видеороликов о главных отличительных признаках, которые характеризуют стандарт породы курильских бобтейлов. Это их эксклюзивные хвостики. Какой формы, какой длины, какое количество позвонков и какое количество заломов соответствуют стандарту породы. Хвосты курильских бобтейлов отличаются от других хвостов кошек. Он удивительное явление и один из главных породообразующих признаков, давший породе название. Хвосты у бобтейлов, как отпечатки пальцев у человека, двух абсолютно одинаковых найти ну просто невозможно. Хвост, видимо, короткий, длина от 5 до 13 см в форме бобы или бомпона, спиральки, кисточки, метелки, пенечка. Отлично опушен. Хвост составляет от 3 до 12 заломов. Изгибов, узлов, любой комбинации последних. Направление изгибов хвоста не имеет значения. Хвост может быть гибким или ригидным. Обратите внимание на хвост-розетку, который закручен, как у поросенка. Вот такой вот хвостик с виду напоминает красивенный помпонище. При этом он очень красиво смотрится на короткошерстных. На полу длина шерстных он будет теряться в густоте его шерсти. Вот так вот отличаются представители курильских бобтейл. Это их шарм. За счет того, что у них задние конечности длиннее, чем передние, что не свойственно другим породам, они прыжками, как кролики, а на большие расстояния, как кенгуру. Один прыжок – 3 метра. Именно поэтому они выигрывают от Джолити без тренировок. А вот если потренировать, в этом способе передвижения они тоже уникальны. Именно этот признак дал им сходство с кроликом, а не хвост, как думают многие. В целом кисточка, пенечка, спиралька, метелочка – это стандарт породы. А уже человеческий фактор. Кому что нравится. У нас на логотипе написано «Мини-рысь, хвост-помпон». А какой у рыси хвостик? Явно не помпон. Это, скорее всего, метелочка или кисточка. А вот помпон у кролика. Не менее интересные хвостики, розеточка и пенечек. Вот эта индивидуальность есть шедевральной индивидуальностью. А какой вам нравится хвостик – это дело вкуса. Очень забавно наблюдать за хвостиком-пенечком, особенно когда они виляют. Обычно, когда коты виляют хвостом, они показывают, что они злятся. Но Бобтейл и в этом индивидуален. Тем самым, они показывают, что они радуются или они слышат свою кличку. Не менее интересные метелка и кисточка, особенно когда они играют или вам рады. Это так красиво, это так необычно и уникально. Хвостики никак не закрепить генетически. И в этом их не особенность. Повлиять на количество и направление заломов невозможно. Выражение, как гены лягут, здесь не поможет. Так что выбор питомца по хвостику – это дело вкуса. Главное, чтобы соответствовал стандарту породы. Бываешь, смотришь интернетовского Бобтейла и понимаешь, что тебе нравится, а что ты начинаешь выбраковывать. Что выдает их – это уши и глаза, а также подбородок и форма головы. А знаете, чем еще отличаются курильские Бобтейлы? Об этом мы поговорим в следующем видео. Не забывайте подписываться на наш канал, поддерживать нас лайками, также пишите в комментариях, что вас интересует и какие видео вы хотите видеть на нашем канале. Всем до новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!